Последний сервис – это Genialida. Тоже есть шаблоны как инфографики, так и отдельных диаграмм. То есть также, как в Conway, есть сразу заготовленные слайды, а есть вставка просто графика. У Genialida огромный недостаток – это то, что палитра работает только в платной подписке, то есть либо стандартные цвета, либо никак. Вариантов графика довольно много, а вот настроек их маловато. И также, как в Conway, во вкладке Smart Blocks сразу есть готовые слайды. Можно выбрать подходящий вариант, кликнуть на него, и у вас на презентации сразу вставится уже готовая, хорошо скомбинированная инфографика. Либо вы можете перейти во вкладку «Ресурсы». И здесь есть раздел, который так и называется «Графики и чарты». Здесь много тоже вариантов, можно подобрать то, что подойдет в вашем случае. Для того, чтобы отредактировать инфографику, нужно ее выделить. И вот сверху появятся две круглые кнопки. Правая – это значок анимации, левая – это как раз значок настройки. Справа появится вот такая вот панель, в ней две вкладки. Это, собственно, данные и настройки визуализации. Данные вставляются точно так же, как в Conway. Можно их сбить вручную, а можно в нижнем окне вставить просто скопированные даты из таблицы. Тоже работает абсолютно корректно. И посмотрите, в отличие от Conway, здесь есть кнопка с двумя стрелками в левом верхнем углу, которая позволяет быстро поменять местами строки и столбцы. Каждая строка, каждый столбец сразу помечены цветом. Именно этот цвет будет использован в итоговой инфографике. И как раз именно их поменять и нельзя. Только в панели Settings, во вкладке настроек, выбрать готовую какую-то схему. Здесь 16 вариантов, что, конечно, не так уж и много. Тем более мне нужно было, например, выделить второй по счету, второй по порядку линию, второй по порядку ряд данных. А здесь вот все варианты, которые я пощелкала, выделяли больше третий. Значит, мне нужно было менять расположение данных в самой таблице, что-нибудь несколько дольше. Так, ну и по результату данных, которые я подставила, то, что здесь находится в таблице, сразу с годами. Мне не нравится, как сейчас расположены годы, они сливаются в одну линию. Я ищу возможность поменять это, но все, что мне предлагает Genial в этом плане, это вариант, хочу я показывать легенду или нет, хочу ли я показывать подписи, значения, и хочу ли я подсказывать какие-то подсказки. А дальше возможность настроить только либо анимацию, либо шрифты. Как видите, вот этих настроек очень и очень мало для того, чтобы сделать именно такую инфографику, какую вам нужно.